Приветствую вас, дорогие друзья! Два самых главных инструмента, с помощью которых англосаксы управляют колониями, это наркотики и коррупция. Понимаете, это является инструментом и управлением. Когда-то Китай был могучей империей. И чтобы свалить этот Китай малыми силами, народ, население Китая, стали подсаживать на опиум. Начали знаменитые опиумные войны, в ходе которых, практически, там, говорят, до 30% населения Китая умерло от наркотиков, в том числе и китайский император. И Китай стал колонией англосаксов. И потом, как бы, наркотики и второй элемент это коррупция. Чиновничество было насквозь коррумпировано. Через эту коррупцию можно было этими чиновниками управлять, продавливать любые решения. Им разрешали деньги воровать, да, ну, коррупция, коррупция. Вывозить на запад, там, в англосаксонские банки, в британские, в американские и прочее. То есть полностью насквозь коррумпировали чиновничество. И таким образом, огромную, мощную китайскую империю англосаксы сделали своей колонией. Кто смог это победить? Победить это смог Мао Цзудун. С помощью кого? С помощью Красной Армии. Товарища Исси Александровича Плиева, генерала армии, которому товарищ Сталин поручил освобождение Китая от вот этих всех англосаксонских, англосаксонской колониальной администрации, в виде Чанкайши и там всего его окружения. Что сделал товарищ Плиев? Товарищ Плиев освободил север Китая и уже на 40 километров приблизился к городу Пекин, столице Китая. Тогда вот Мао Цзудун обратился к товарищу Сталину, говорит, позвольте нам самим освободить столицу древнюю нашего государства. Ну, Сталин им разрешил, китайцы освободили. И с тех пор, с тех пор, китайцы, прекрасно понимая способы, с помощью чего англосаксонская элита управляет колониями, у них коррупция и наркотики стали самыми главными преступлениями, за которые даются расстрел, безоговорочный. За наркотики и за коррупцию в Китае расстрел. Почему? Потому что они понимают, что это инструменты управления. Понимаете? Колониями. С помощью чего вот управляют? С помощью этого и управляют. Кто является пятой колонной? Те, кто крышует торговлю наркотиками, и те, кто крышует коррупцию в стране, в любой стране мира. Вот кто это крышует, тот и является пятой колонной настоящей. Понимаете? И когда мы по-настоящему станем суверенны? Когда у нас станут самым жесточайшим образом наказывать за коррупцию и за наркотики? Так же, как наказывали в Советском Союзе. В Советском Союзе была статья о захищении государственной собственности в особо крупных размерах. Она каралась смертной казнью. Наркотиков в таком количестве в СССР, конечно, не было. Но и сейчас нужно самым жесточайшим образом с этим бороться. А почему так происходит? Потому что через коррупцию чиновничество берется под контроль. Даже на средних звеньях, региональное, любое. Они вывозят деньги за рубеж, покупают там квартирки. И наши спецслужбы могут не знать про их счета где-нибудь в офшорных банках. А МИ-6 и ЦРУ прекрасно знают. О каждых там 100 тысячах, 50 тысяч долларов, лежащих в этих банках. И за эти вот маленькие, вроде бы, казалось бы, суммы, они как на крючке держат представителей региональных элит, федеральных и прочих. Понимаете? Все очень просто работает. Схема откатана была еще на Китае. Вот и все. Оттуда весь саботаж, оттуда разные провалы. И все, что негативное происходит. А наркотики это способ управления, в том числе элитой. Потому что элиту подсаживают на дорогие наркотики, типа кокаина. Есть такое понятие у нас депутатский кокаин. Это особо чистый кокаин, который могут себе позволить только представители, у кого очень много денег есть. Депутатский кокаин он так и называется. В интернете почитайте, вся информация в доступе есть. А обычное население сажают на героин, на синтетические наркотики, на соли, на все остальное. Вот и все. Все очень просто. Наркотики и коррупция. И пока мы не поборем две эти вещи, наркотики и коррупцию, причем самым радикальным образом, ну, до тех пор говорить о суверенитете будет рано.